Когда мы смотрим на молодёжь нашу, воистину мы действительно переживаем и хотим, чтобы она была в церкви. Однако, я не буду сейчас вам приводить церковную статистику, хотя у меня есть все эти данные. Могу сказать, что за последние, пусть это вас не шокирует, но тем не менее скажу, что за последние 10 лет у нас молодёжный отдел или возраст молодых людей в церкви сократился примерно, по-моему, на 46 процентов или 44 процентов. Количество членов церкви сократилось у нас, если я не ошибаюсь, где-то на 15 или 18 процентов за последние 10 лет. Конечно, не вся молодёжь ушла из церкви, вы должны это понимать, и я понимаю ваше разочарование, чтобы немножко вас успокоить. Хочу сказать, что многие молодые люди выросли в церкви из молодёжного возраста, и поэтому они как бы ушли из молодёжного отдела, но они остались в церкви. Они просто перешли в более, скажем, старшую возрастную категорию. Ну и для того, чтобы действительно не совсем вас шокировать этими цифрами, хочу сказать, что, возможно, вы слышали об этом или нет, но есть такое понятие в социологии в наше время – демографическое дно. И вот по социологическим исследованиям мы с вами, наша страна, Россия точно, я этот вопрос изучал, исследовал, в 2017 году достигло демографического дна. То есть количество выпускников средней школы, начиная с 2005 года до 2017, сократилось почти в два раза, то есть почти на 50% в России уменьшилось количество молодёжи в принципе. То есть это неродившиеся дети, которые не родились, вы понимаете, в эпоху постсоветского периода, в эпоху вот этих проблем с перестроечных, боялись родителей рожать детей. И это социологические данные, с которыми сложно поспорить. И по прогнозам, опять-таки, социологов, к 2030 году планируется выход на тот же уровень количества выпускников в школе, как был до 2005 года. И, опять-таки, я уже где-то это говорил, в подтверждение этому могу сказать, что когда моя дочка четыре года назад заканчивала школу в Москве, и на 1 сентября, вы знаете, что у нас есть такая традиция, что 11-классники заводят первоклассников детей в школу. И вот даже завуч этой школы, где училась моя дочь, он говорил, обратите внимание, что один 11-классник заводит двух одноклассников, а некоторые даже трёх первоклассников заводят в школу. То есть количество детей выросло, но не буду сейчас пропагандировать действия нашего президента и нашего парламента, но вы знаете, что они предпринимают разные попытки, чтобы поднять демографию страны, они выплачивают за это деньги, и это даёт свой определённый результат, уже положительный или негативный. Это другой вопрос. Вопрос, какие дети рождаются и в каких семьях рождаются больше детей в благополучных или в неблагополучных, чтобы наживиться. Я эту тему не хочу поднимать, но количество детей растёт, и есть перспектива, что к 30-му году, скажем, уровень молодёжи в стране достигнет такого же уровня, который был до 2005 года. Но понятно, что есть молодые люди, которые в церкви выросли с молодёжного возраста и стали как бы уже взрослыми. И мы видим это тоже, ну, как бы среди нас это происходит. Когда-то я был молодым, я, конечно, и сейчас молодой, но когда-то я был в молодёжном возрасте, скажем так. И я тоже когда-то из него вышел из этого молодёжного возраста. То же самое происходит и в нашей среде. Но, конечно же, нас беспокоят, и мы знаем и тех молодых людей, которые уходят из церкви, и они покидают церковь, и мы видим, что их нету среди нас. Они не уезжают в другие города, они не переходят в другую возрастную категорию, они просто перестают ходить в церковь. И, конечно, нам нужно посмотреть и оценить ситуацию. Что можем сделать мы для того, чтобы помочь нашим молодым людям оставаться в церкви? Вообще, можем ли мы как церковь на это как-то повлиять? Или эти процессы, которые абсолютно не поддаются нашему влиянию, и мы ничего не можем сделать? Хочу сказать, что мы не собрались здесь для того, чтобы найти кого-то виновным в этой ситуации, кого-то оправдать, кого-то обвинить. Абсолютно нет. Потому что, ну, я глубоко убеждён, что в любой ситуации, в любой конфликтной ситуации всегда не бывает так, чтобы одна сторона была виновата 100%, а другая сторона 100% была права. Однако, несмотря на это, тем не менее, я хотел бы посмотреть сегодня с точки зрения Священного Писания на те проблемы, которые можем мы, как взрослое население, как взрослая часть церкви, чинить даже сами этого не предполагая и не подразумевая, и быть теми, кто могут помешать молодым людям увидеть Христа, кто вовремя могут не оказать помощь для молодёжи, чтобы она осталась в церкви, осталась с Иисусом Христом, и кто своими действиями будут провоцировать или усугублять ситуацию потери веры в сердце, в сознании молодых людей. И, на мой взгляд, это очень и очень важная тема. Поэтому в этом контексте хотел бы обратиться к вам и попросить вас задать себе вопрос. Не нужно на него отвечать, я буду задавать, а вы попробуйте себе этот вопрос задать и просто об этом подумать. Всё ли я сделал для того, чтобы молодые люди остались в церкви? Да и вообще, что я должен делать и что я могу сделать? И вообще, от меня что-то зависит или от меня ничего не зависит? Несколько молодых людей здесь есть в зале, хотел бы и вам задать несколько вопросов. Спросите себя честно, что вы ожидаете от церкви? Понимаете ли вы, зачем существует церковь? И если вы хотите уйти из церкви или остаться в церкви, и тот и другой ваш мотив, чем он продиктован? Почему вы хотите это сделать? А если я ухожу или обижаюсь на церковь, то кому я делаю этим плохо? Да и вообще, какова истинная причина обиды на церковь или на Бога? Может быть, просто я не хочу быть с Богом и быть в церкви, и пытаюсь своё нежелание прикрыть какими-то проблемами, существующими или предполагаемыми проблемами, которые могут быть в церкви. Знаете, в этой связи вспоминаю одну историю, как одна женщина подошла к пастору и говорит, «Пастор, я ухожу из церкви». Пастор спрашивает, почему? Она говорит, пастор, в церкви нет любви. Я, говорит, думала, когда пришла в церковь, что в церкви все ангелы. Когда, говорит, я здесь побыла несколько лет, я вижу, что здесь в церкви далеко не ангелы собрались. Пастор был очень мудрым человеком, он её спросил, «Скажите, сестра, говорит, а за те несколько лет, которые вы были в церкви, вы стали ангелом?» Ведь иногда мы требуем от других то, что должны делать сами. И обвиняем других в том, что мы сами не даём, а должны давать. И поэтому очень важно определить вот такие истинные мотивы. Всегда можно найти крайнего. Можно найти всегда причину, почему это происходит. Но самый главный, самый правильный вопрос задать самому себе. А я, какое имею к этому отношение? Мы очень легко можем найти виноватого. Брата, сестру, соседа, я не знаю, кого угодно. Неправильно сказал, не так встретил, не так спел, не так открыл служение, не так попроповедовал, не так помолился. У нас куча есть аргументов, почему кто-то сделал что-то неправильно. А вопрос ко мне. А я сделал всё со своей стороны правильно или не всё? Давайте попробуем на эти вопросы так или иначе ответить в контексте священного писания. И одна история, к которой я хотел бы обратиться, к вам записана в книге «Деяния апостолов» в 20 главе. Уникальная история, которая может символизировать и отношение церкви сегодня к молодым людям. В этой главе рассказывается об одном молодом человеке, которого имя очень символично. Его имя в переводе на русский язык означает, знаете как? Счастливчик. И вот этот счастливчик, о котором говорится в 20 главе «Деяния апостолов», сидел на окне третьего этажа, пока шло богослужение, пока Павел проповедовал. Этот молодой человек отчаянно пытался не уснуть, он боролся со сном, пока Павел излагал свои богословские речи. И, в конце концов, не выдержав всего этого большого торжественного служения с присутствием высокопоставленного гостя апостола Павла, молодой человек уснул. Мало того, что он уснул, он еще и свалился через окно третьего этажа и упал на ту сторону, упал на улицу. Вообще, наверное, сложно обвинить молодого человека, потому что в седьмом тексте написано, что в первый день недели, когда собрались ученики для преломления хлеба, Павел намеревался отправиться в следующий день. Представьте себе, я завтра уезжаю, поэтому я говорю, а сегодня я вам хочу все сказать. И вот мы начинаем служение в 7 вечера. И написано, что Павел, парадоксально, вот нам четко определили границы, сколько мы должны проповедовать, да, пастор? Спасибо вам за это. А то, кто знает, что закончилось чем. А Павлу не определили границы. И поэтому написано, что он с ними беседовал до полуночи, до 12 часов ночи. А мало того, до 12 ночи? В 11 тексте написано, что потом опять с ними беседовал еще и даже до рассвета. Всю ночь. И потом вышел. Вот этот молодой человек долго боролся со своим сном. Он понимал, что ему нужно быть в церкви. Он понимал, что здесь говорят важные вещи. Приехал какой-то очень умный мужик, который будет важные, хорошие вещи говорить, правильные вещи, надо сидеть и слушать. Он боролся, боролся со сном, но случилась трагедия. Он проиграл битву с усталостью, заснул и вывалился с третьего этажа и разбился насмерть. Девятый текст говорит, во время положительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Вообще сложно представить себе более трагичную ситуацию, когда во время богослужения кому-то вдруг становится плохо. Я не знаю, вы испытывали такое когда-нибудь или нет. Несколько раз за мою практику, за мою жизнь, скажем так, я встречался с тем, что когда во время проповеди, во время богослужения, особенно это когда были советские годы, я помню маленькие дома молитвы, торжественные собрания, много народу душно, окна не открывали, потому что нельзя было, чтобы звук пения доносился до соседей, все наглухо было закрыто, в доме духота, и обязательно кто-нибудь падал в обморок. Еще будучи подростками, я несколько раз наблюдал за такой картиной, скажу вам, что это страшно. Сразу выводят на улицу, начинают бить по щекам, там водой поливать и так далее. Это страшная трагедия, когда во время служения кому-то становится плохо. Я помню, как на сессии Генеральной конференции, вот если не ошибается, был в 15-м году проповедующий, который проповедовал во время сессии, во время проповеди ему стало плохо. Прямо на этой большой сцене, где несколько десятков тысяч человек сидело, слушало его проповедь. Но подумайте, а не случается ли так, что во время наших проповедей, наших богослужений, молодые люди, сидящие в зале, во время проповеди, во время богослужения, умирают? Не физически, а духовно. Они не испытывают никакой преобразующей силы, они не понимают, о чем идет здесь речь. Они не понимают вообще, зачем они сюда пришли. Они пришли, потому что им надо здесь быть, потому что им родители сказали прийти, потому что они родители уважают, и они сидят на своих скамейках и умирают духовно. Но вы знаете, недавно, как недавно, наверное, года два назад, до пандемии, года полтора-два года тому назад, я провел социальный эксперимент сам с собою, так сказать. Я был на годичном совещании в Белоруссии, и во время богослужения выступал в молодежных хор. Это было субботнее утреннее богослужение. И я тут же сфотографировал этот хор, и тут же во время богослужения выставил фотографию в интернет, на страничку в социальной сети в Инстаграм. И я решил проверить, какое количество лайков на эту фотографию я получу во время богослужения. Я вам хочу сказать, что 80% из всех лайков, которые собрала эта фотография, их пролайкала молодежь во время утреннего богослужения с 10 до 12, до часу дня, пока шло богослужение. О чем это говорит? Там проходило собрание у них. О чем это говорит? Это говорит о том, что они фактически были, сидели в церкви, но они были духовно мертвы, они не слышали, что здесь говорится. Конечно, может быть, это сподвигло их, они сказали, о, надо же, Касаб тоже в Инстаграме сидит на богослужении. Значит, и нам можно. Я не знаю, конечно, с чем они двигались, с чем они были мотивированы, но для меня это действительно было очень интересно, посмотреть, какое количество молодых людей во время богослужения сидят в интернете. Не Библию там читают. Знаете, как молодые люди приходят и говорят, зачем ты телефон принес? Я здесь Библию читаю. Я урок субботней школы по нему там наблюдаю или читаю. Она с подсветкой, видно хорошо. Это серьезный вопрос. Что происходит на наших богослужениях? Однако, конечно, очень важно отметить, что Евтиху повезло. В том, что, несмотря на то, что случилась трагедия, и он умер в церкви, несмотря на то, что он умер в церкви, послушайте, церковь о нем позаботилась. Церковь остановила богослужение. Заметила, что нет, что он упал, что он умер, и остановила богослужение, и все побежали вниз. Никто не сказал, брат Павел, проповедуй, ничто пусть тебя не остановит. Ты весть Божию говоришь, ты к сердцам людей взываешь, к покаянию призываешь. Подумаешь, там один Евтишочек умер. Нет. Церковь побежала вниз, говорит Священное Писание. 12 текст написано. Между тем, отрока привели живого, и немало утешились. Но обратите внимание, что не только пастор, или лидер молодежи, заботился о молодом человеке. Вся церковь действовала вместе, и отрока привели живого. Однако пастор шел впереди. Павел шел впереди. Он бросился вниз к юноше. В 9 тексте 20 главы мы читаем. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Дорогая церковь, пойду обратить ваше внимание на два очень важных аспекта в работе с молодежью. Как мы можем спасать молодых людей? Первое – это молитва. Мы должны молиться о молодых людях. Мы должны предстать перед Богом и принести к Богу в молитве каждого молодого человека, который находится в моей церкви. Каждого, назвав по имени. А вы знаете, что значит назвать по имени? Что означало имя в древности? Отначало характер человека. Знать человека не просто «Господи, благослови нашу молодежь». Скажите, пожалуйста, простите за прямой вопрос, не отвечайте, но подумайте. Когда последний раз вы молились о молодых людях в вашей церкви, называя каждого из них по имени? И говоря Богу о каждом молодом человеке, произнося молитву о каждом молодом человеке, и говоря проблемы, с которыми встречается этот молодой человек. А для того, чтобы знать эти проблемы, нужно с этим молодым человеком что делать? Общаться. Как минимум нужно общаться, как минимум нужно разговаривать, как минимум нужно с ним проводить время, как минимум нужно идти к нему навстречу, а не просто смотреть на него. Но пришел сегодня, шузер-дзинж соотдел, какие-то еще и короткие джинсы, не закрывают полностью до конца, эти брюки твои ноги, там и носков-то не видно. Ах, и покрасился в какой-то цвет, волосы свои покрасил. А-та-та-та, ну подожди, ну ты грешник такой. Я не оправдываю, что делает молодежь. Но кто из нас подсел к нему, обнял его, пригласил к себе домой и сказал, что у тебя на сердце? Я хочу с тобой поговорить, я хочу тебе помочь. Знаете, я сегодня встречался с молодежью в той церкви до богослужения. Я скажу вам честно, они говорят, мы хотим честного, открытого диалога. Паста присутствовала, можно подтвердить. Не диалога с такого же с постоянным упреком, с постоянным укором, ты делаешь не так, делаешь не то и поступаешь неправильно, а честный, открытый разговор. И я вам хочу сказать из своего личного опыта, молодежь готова слушать взрослых, когда они знают, что взрослые за них готовы жизнь положить. Я вам скажу пример своих детей. У меня, я, сегодня молодежи это сказал, то, что я говорю, это то, в чем я сейчас живу. У меня два ребенка, двое детей, они как раз этого возраста, 18-21 год моим детям. И, конечно, у нас бывают с ними разные разговоры, разные дискуссии, разные мысли. И не совсем я с ними соглашаюсь, не совсем они со мной соглашаются. Но что точно мои дети знают, можете спросить их любого из двоих, что они точно знают, что папе они могут позвонить в любое время суток. и они точно знают, что папа их проблему решит. Они не знают, как, но они знают, что если они папе позвонили, их проблема будет решена. И я далеко не всегда глажу по голове. Я далеко не всегда умалчиваю некоторые вещи, которые мне не нравятся, я им говорю об этом. Молодежь нуждается в этом диалоге, она нуждается в том, что с ними разговаривать. Мы должны молиться за них, и это первый, очень важный фактор. И второй, это личные отношения с молодыми людьми. Павел спустился к этому молодому человеку, и написано, он его обнял. Он мог подойти к окну Павел же, человек Божий, апостол, посмотреть, чтобы Павла веры не хватало, выслал. Я вам гарантирую, там живой, все будет нормально. И дальше проповеду. Он же живой. Нет. Спустился. Обнял. Вы понимаете, что важно в работе с молодежью? Как можно помочь молодым людям остаться в церкви? Я сегодня молодежи приводил этот пример, чуть-чуть с другой перспективы, но хочу вам его привести. Интересно, что пророк Илья это очень хорошо понимал, что нужны эти близкие отношения. Поэтому, когда умер сын вдовы, 3 книга Царств, 17 глава, об этом написано, он трижды простерся над мальчиком и молился, чтобы жизнь отрока в него вернулась. Написано, что он простерся над отроком трижды. Что это значит? Простерся над отроком. Лег на этого отрока. Позже Елисей, зная, как можно воскресить молодого человека, помня опыт Ильи, сделал то же самое в 4 книге Царств, 4 главе. Написано, вошел в дом, вот ребенок умерщи лежит и вошел, забер за собой дверь, помолился Господу, поднялся и лег над ребенком и приложил, послушайте, тут более красиво описано, приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони, к его ладоням и простерся над ним и согрелось тело ребенка. Хотите воскресить вашу молодежь? Хотите, чтобы она осталась в церкви? Чтобы она не уходила в этот мир? Вы должны быть очень близки к ним. Очень! Глаза в глаза, уста в уста, руки круга. Однако, два момента из истории Павла, которые могут помочь нам в выстраивании правильных взаимоотношений с молодыми людьми. Во-первых, даже три я бы сказал. Первое. Нам нужно меньше говорить, меньше поучать нашу молодежь, а больше наблюдать за их состоянием. Интересно, что в институте перевода Библии вот этот текст 20 главы, 9 текст, он чуть-чуть по-другому звучит. Послушайте. Павел говорил довольно долго, и юноша по имени Евтих, сидевшего на подоконнике, послушайте дальше, начала клонить в сон. То есть, он не вот мгновенно уснул, сидел, сидел и храп послышался, и он сразу бухнулся туда. Нет. Его начало клонить ко сну, а потом заснув, он выпал из окна третьего этажа. Юноша не сразу уснул, однако, к сожалению, никто из сидящих рядом даже не заметил, что этого молодого человека клонит сон. Парадоксально! Это значит, что можно сидеть рядом, можно общаться с молодыми людьми, но абсолютно их не видеть. Второе. Туношевтих отчаянно нуждался в том, чтобы кто-то вообще не проявил к нему интерес, когда он засыпал, чтобы кто-то был готов сесть рядом с ним на подоконник, там, где сидел он, и удержать его от падения, обняв его за плечи. Но никто этого не сделал. Вот это пишет Эллен Вайт, издушитель Евангелия. Послушайте. Сатана особенно настойчиво обрушивается на молодежь, но доброта, братолюбие и сочувствие, проистекающего из сердца исполненного любовью к Иисусу, завоюет доверие молодых людей и спасут их от многих уловок врага. Дальше. Мы должны стремиться к тому, чтобы понимать чувства молодых людей. Дальше. Стремиться с ними переживать их радости и горести, их конфликты и победы. В своей работе с молодыми людьми мы должны идти к ним, если желаем по-настоящему оказать им помощь. Вот что пишет Вестница Господня. Нам нужно понимать молодых людей. нам нужно обнять их и удержать от падения. Третье. Для того, чтобы помочь молодым людям, нам нужно сделать все, чтобы молодежь нашла свое место в церкви. Опять-таки, судя по всему, в ту трагическую ночь никто не предложил Евтиху место. Никто не сказал, слушай, ты, друг, засыпаешь, сядь, во всяком случае, ради твоей безопасности посиди вот здесь, а я постою возле тебя. Это еще один очень важный фактор удержания молодежи в церкви. Молодым людям нужна возможность служить и вносить свой значительный вклад в деятельность своей местной общины. Им нужно место в церкви. И необходимо, чтобы старшее поколение помогло им найти это место среди тела Христова, где они могли бы использовать свои таланты, свои дары для Господа. Но это потребует от общины уверенных действий и иногда потребует от общины пойти на какую-то жертву в каких-то устоявшихся традициях, которые уже давно устоялись в церкви. И мы говорим нет, этого никогда не будет. Я знаю церкви, я удивился, что вы так легко кафедру спустили вниз. Я без всякой иронии знаю церкви, где кафедру на 5 сантиметров нельзя сдвинуть в сторону. Это грех к смерти. Мои дорогие братья и сестры, давайте помолимся о том, чтобы Господь дал нам мудрости. Не просто критиковать молодых людей. Я сейчас говорю вам. То, что нужно было сказать молодежи, я им сказал очень честно и открыто. Но давайте, говоря вам, хочу вас попросить. давайте научимся любить молодых людей. Хочу еще раз подчеркнуть, любовь это не значит, что постоянно говорить только то, что молодым людям нравится. Это абсолютно ошибочное понятие. Я могу массу примеров привести, когда молодые люди, они специально делают неправильные вещи, чтобы спровоцировать взрослых посмотреть на реакцию. И если правильная реакция со стороны взрослых, то молодые люди с удовольствием слушают, исправляются и поступают по-другому. Но если, конечно, реакция неправильная, то это вызывает в молодежи еще большее недовольство и еще даже, простите за выражение, больше азарт сделать что-то на зло, чтобы только подразнить более старшие поколения. Давайте будем просить у Бога мудрости. Как научиться любить молодежь и молиться за них, зная каждого из них по имени. Давайте будем просить у Бога мудрости и найдем время, чтобы общаться с молодежью близко, приглашая их к себе домой. Я рассказывал молодым людям этот опыт, могу и вам, просто нету времени. Я это переживаю, и я знаю, как меняются молодые люди, когда они приходят к тебе домой. Ты сидишь вместе, вместе вы сидите, вместе вы общаетесь, вместе вы пьете чай. Я никогда не забуду какое-то было молодежное мероприятие, я не помню, какой был здесь конгресс или фестиваль какой-то был. Значит, я просто вам скажу, что это значит для молодых людей. Я тогда еще совершал сегодня, по-моему, в унионе, если я не ошибаюсь, но не столь важно. И вот приехал КАСАП, значит, ну, другой молодежи, я жил у Виктора дома, еще были ребята у него в доме тоже. И как-то после богослужения вечером мы сели в зале, я не помню, то ли что-то мы общались, то ли что-то там чай пили, я вышел в спортивном обычном костюме, в футболке. На следующий день молодежное собрание продолжается, а молодежь сделала, значит, игру, почта. Ну, я же возраст не тот, я и не участвовал в этой игре. И вдруг почтальон, знаете, да, что такое игра почта? У каждого номерочек есть, и молодые люди пишут друг другу письма, и как бы почтальон разносит. И почтальон приносит мне записку, говорит, Геннадий Георгиевич, это вам. Я открываю записку. Знаете, что там написано? Геннадий Георгиевич, вы реальный пацан. Вы можете сказать, что это бестактность, что это вульгарщина, что это сленг определенный. Да. Но поверьте, чтобы молодые люди такое сказали, это многого стоит. Станьте для них реальными, реальными личностями, заинтересованными в их спасении. Продолжение следует...